Лапти лыковые. Почти утраченное искусство плетения настоящих лаптей не забывают в селе Калмантай Вольского района. Здесь живет потомственный лапотник. Дядя Вася, как его называют все, искусство плетения перенял от своего отца. И с тех пор живет одной только мыслью – передать свое мастерство как можно большему числу людей. С одним из немногих людей, кто до сих пор знает, что нужно для создания удобных лаптей, пообщалась и наша съемочная группа. С песнями и традиционным караваем в Доме культуры Калмантая встречают всех гостей. Здесь, в Чувашском селе, живет один из немногих лапотников России – Василий Андюков. Дядя Вася, как его все называют, об искусстве плетения традиционной русской обуви может говорить часами. Первый этап – получить лыка. Его дядя Вася делает из липы. Без кочадыка лапти не сделайте. Это вот колодка из кочадык. Это шило для лаптей. Лыка потом проходит неоднократную обработку. Кору срезают, а из оставшихся полосок плетут те самые знаменитые русские лапти. Дядю Васю этому ремеслу научил отец. Говорит, есть много разных видов. Вот это вот чувашские лапти, смотрите. Вот видите, у них носок. Раз, два, три. Три угла. Вот так вот, треугольник. Вот видите, у них тупые. Дядя Вася раньше был директором клуба, а когда вышел на пенсию, остался здесь сторожем. На собственные средства организовал небольшой музей. В числе экспонатов и лапти собственного плетения, и предметы быта чувашей. Все, чем когда-то пользовались в быту жители села, плавно перекочевало в музей. Сейчас в нем около трех тысяч экспонатов. Главное, чем гордится вольский мастер, здесь все настоящее, и каждую вещь можно потрогать. Если в вольский Саратове заходите в музей, смотрите, там мрамор, бетон, стекло, и объявление. Тишина, руками не шумите, руками не трогать. И ходишь, как в могиле, там, ходишь вот на цыпочках. А здесь сюда заходят, пожалуйста, бери вот это. Мальчишки заходят, саблями махать начнут, револьвер берут. А вот этим приспособлением пользовались для вязания мешков. Технология немного похожа на плетение лаптей. Мешки, выходившие из такого станка, получались крепкими и долговечными. Вот так, ширина 80, потом складывали их, вот так вот, и получалось метр 10. С обеих сторон шили, а дно уже получалось. И с этими мешками, теперь белые мешки у нас есть, а тогда возили сухофрукты из Средней Азии, с Кавказа с ними, и остальное еще, что надо. В другой комнате музея дядя Вася полностью воссоздал быт чувашской избы. Кровать, старые фотографии, балалайка и люлька. Люльки бывали из досок, а это вот, ребят, смотрите, она очень старая, вот смотрите, сделанная на ткацком станке, вот из дорожки, дно сделанная, вот видите как. За будущее музея дядя Вася не боится. Говорит, все жители села постоянно приносят ему новые экспонаты. А вот за искусство плетения лаптей сердце болит по-настоящему. Сейчас в России по пальцам можно пересчитать тех, кто помнит это ремесло. Вольский лапотник уверен, если удастся передать свои знания хотя бы нескольким людям, это искусство проживет еще десятки лет. Елена Губенкова, Дмитрий Черненков, РЕН-ТВ, Саратов.